Концессионное соглашение о модернизации водного хозяйства Нижнего Тагила может быть заключено до конца текущего года. Сегодняшняя пресс-конференция с участием заинтересованных сторон стала анонсом этого важного события в жизни города. Сейчас при активном сотрудничестве российско-венгерского предприятия «Уральская водная компания» ведется активная разработка проекта, которая должна включить в себя самые современные наработки венгерских специалистов. В поддержку международного сотрудничества выступил генконсул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч. На первом месте, конечно, хотелось бы выделить сотрудничество в области модернизации систем водоснабжения и водоочищения. В этой сфере мы имеем очень богатый опыт, уже, можно сказать, десятилетний опыт, который даже в этом регионе, последние 10 лет здесь, в Уральском регионе, конкретно венгерские компании работают, успешно работают, достигли уже определенные успехи. И мы именно хотели бы, если это сотрудничество продолжилось. Точные сроки реализации пока не определены, поскольку проект еще не прошел все необходимые бюрократические процедуры. Однако, по предположению главы города, его реализация может стать хорошим подарком тагильчанам к юбилею города. К сожалению, но закон есть закон, он требует тщательности отбора и, наверное, во избежание тех негативных явлений, которые присутствуют в вопросах подготовки водоотведения и снабжения населения водой. Значит, конкурс в этом случае неизбежен. И эта процедура может затянуться, значит, достаточно долго, что будет ставить перед нами более сложные задачи, более сложные задачи, с учетом, что с 22 года празднование 300-летия мы перенести на более поздний срок не можем. А указы президента привыкли выполнять и поручения. Также на пресс-конференции было отмечено, за исполнением договора будет вестись строжайший контроль, в том числе и со стороны региональных властей, которые станут одной из сторон соглашения. Пресс-конференция продолжилась конференцией обычной. Участники российско-венгерской встречи продолжили общение на тему инноваций в отрасли водного хозяйства. Здесь, в соседнем зале, участники конференции обсуждали тонкости процесса модернизации с учетом иностранного опыта. Со стороны Венгрии были предложены варианты уже реализуемых проектов. Глава города в ходе встречи отметил, отказываться от подобных предложений глупо. Я прекрасно понимаю, что инвестиции или условия, которые предлагает венгерская сторона, против них или мимо них проходить, вообще это глупо, если хотите, происходит. Дело в том, что еще 15 назад мы реализовывали подобный проект, пусть не подобный, а инвестиционный проект, связанный со строительством подкрышек машины непрерывного литья, заготовок на Нижне-Тагильском комбинате. И более выгодных условий, чем европейские длинные деньги, под гарантией экспортных агентств в страны Европы, трудно себе представить. Сергей Трупанов, Михаил Крюков, Павел Солонин. Новости Тагил-ТВ. Илья Трупанов, Михаила Кару überall. Ответься. Михаил Крюков.